Искусство реставрации с элементами дополнительной реальности. Так называется новый проект, который стартовал в художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря. Рассматривая экспонаты, здесь можно увидеть и кое-что недоступное невооруженному глазу. Наш корреспондент Ольга Стрельцова точно знает, что для этого необходимо взять с собой. То, что происходит сейчас в центре имени Грабаря, иначе как фантастика не назовешь. Даже дух захватывает от возможности нового проекта. И единственное, что вам может быть нужно, это мобильный телефон. Закачиваете специальное приложение, и начинается путешествие во времени и в пространстве. Вот икона Богоматерь всех скорбящих после реставрации, а вот до нее. Вот эта фигура, например, она практически была не видна. Надписи были нечитабельны. Текст молитвы был скрыт за загрязнениями и остатками слюды. Ни Агата Кристи, ни Дэн Браун о таком и не мечтали. Все тайное становится явным при одном приближении мобильного устройства к изображению. Словно главы из детективного романа предстают трагедии, которые пришлось пережить холстам, иконам, кубкам, скульптурам. Разорение, войны и пожары – все определяется по одному клику. А затем появляется результат удивительной работы реставраторов, которые восстанавливают сокровища из собраний сотен музеев. Даже разработчики уникального проекта потрясены столь высоким уровнем и готовы сделать все, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Например, если вы сейчас сюда встанете, я могу вас сфотографировать с картиной, только чуть левее, чтобы картины не загоражили, и отправить другу или в заметку себе положить. То есть это очень большие возможности по популяризации? Да, 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 по популяризации музеев, потому что люди хотят уже не только смотреть картину, но и как-то с ними взаимодействовать, узнавать новую информацию о них. Этот проект может заменить поход в научную библиотеку и изучение диссертаций именитых искусствоведов. Чтобы осуществить его, компьютерные гении жили среди реставраторов полгода, наконец-то узнав, каково это – восстанавливать картину после пожара или потопа. В результате совместных усилий вся история двух десятков раритетов теперь в любом мобильном. Хотя, если честно, хочется большего. Достоверные моментальные экспертизы, например. Все-таки в этом центре работают лучшие специалисты. Экспертизой занимаются специалисты. Это в данном случае форма представления. Достаточно современная, интересная. И с точки зрения подачи и технологий – это мобильные устройства, мобильные приложения, дополненная реальность. Но, опять же, это технологии. Технологии не могут заменить собой суть. Но мечтать, как говорится, не вредно, учитывая уровень экспертов и талант разработчиков. Потенциал нового проекта практически безграничен. Во-первых, всегда можно понять, что именно вам предлагают. Возьмите, недорого. Во-вторых, определить, кто это делает. А если возникли хоть какие-то сомнения, тут же обратиться к экспертам центра имени Горобаря. Ольга Стрельцова, Андрей Булычев, Алексей Оленченко, ТВ-Центр, Москва.